Друзья, всех приветствуем в своем канале. С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я расскажу о том, как выбрать радиатор отопления, какие они бывают и чем отличаются. И с работы притянул один образец для наглядного пособия. Как раз на одном из объектов мы меняем радиаторы отопления. Прошли те времена, когда все жили с одинаковыми радиаторами. Они ставились при строительстве дома и менять их никто даже и не думал. В советское время о красоте никто не заботился. Главное, чтобы батарея грела. Хотя по надежности этот старый радиатор может дать фору новым. Он уже работает 37 лет. Поэтому многие владельцы старых квартир не спешат с ними расставаться, а предпочитают просто перекрасить старые добрые батареи и не спешат их менять на новые. С советских времен утекло много воды, научно-технический прогресс не стоит на месте. И сейчас появилось очень много различных вариантов. Давайте по порядку их разберем. Как устроено отопление в наших домах? Есть два типа отопления. Центральное и автономное. Центральное это отопление многоквартирного дома, а автономное это когда у вас в своем частном доме стоит газовый котел или электрический или твердотопливный и сделана своя маленькая система отопления. Внутри системы отопления находится вода, теплоноситель. Только эта вода не питьевая, а сетевая. Отвечается она от воды питьевой тем, что там есть специальные добавки, которые называются комплексонатами. Эти комплексонаты нужны для того, чтобы уменьшить жесткость воды, так как при высокой жесткости водонагревательные котлы быстро выходят из строя. Еще эти самые комплексонаты нужны, чтобы удалить из воды кислород. Кислород вызывает быструю коррозию систем теплоснабжения. В котельной вода нагревается, по трубам подается в дом, проходит через радиаторы, отдает свою энергию и тепло и возвращается обратно в котельную. На самом же деле, конечно же, система более сложная, но если в двух словах, то смысл именно такой. Есть 4 основных вида радиаторов. Я бы даже так сказал 4 вида плюс конвекторы, но в этом ролике конвекторы я не буду затрагивать, ввиду того, что они очень слабо распространены. Эти 4 вида отличаются, во-первых, это по материалу изготовления, во-вторых, это по внешнему виду, в-третьих, это по энергоэффективности теплопередачи и, в-четвертых, по типу нагрева, излучения или конвекция. Что такое излучение, а что такое конвекция? Излучение это тепло непосредственно, которое исходит от радиатора. Оно нагревает вокруг стену, предметы, а конвекция это движение воздуха. Тот воздух, который проходит через радиатор, нагревается и стремится вверх. Когда я готовил этот ролик, я написал письмо специалистам на завод-производитель радиаторов. Мне было просто интересно, в каких радиаторах алюминиевых, биметаллических, чугунных, какая там процентная составляющая излучающей энергии и конвекционной. И вот что они мне написали. В данном случае применительно к биметаллическому радиатору соотношение конвекционной и излучающей составляющих будет иметь переменное значение. В зависимости от температуры поверхности радиатора и температуры воздуха в помещении, соответственно, энергетическая излучающая светимость абсолютно черного тела пропорциональна четвертой степени термодинамической температуры, а конвективная составляющая напрямую зависит от дельты температуры между подаваемым на прибор холодным воздухом и температуре поверхности радиатора. Чем больше разница, тем больше тепло радиатора даст воздух. Но это я так просчитал ради смеха. Не все так просто оказывается. Если по-простому, то любой радиатор отдает энергию и путем излучения и путем конвекции. Чугунные радиаторы. Этот тип радиаторов может использоваться в любых домах, как в частном домостроении, так и в многоэтажном. Нагрев в таких радиаторах происходит в большей степени за счет излучения. Современный внешний вид таких радиаторов гораздо лучше, чем был раньше. А вот чугунные радиаторы в ретро-стилях, которые используются в дизайнерских ремонтах, могут стать украшением любого интерьера. Из плюсов они долго хранят тепло, не подвержены коррозии и способны работать много лет. Из минусов это большой вес, а следовательно неудобства монтажа, инертность, большой объем теплоносителя, а также хрупкость чугуна, который не всегда может выдержать гидроудары. Алюминиевые радиаторы, они легкие и красивые, имеют разнообразный дизайн и цвет, и у них маленькая инертность. Есть двух типов. Экструзионные, имеют секции склеенные из трех частей и запрессованные, и литые. Более надежные и прочные, каждая секция у них отлита под давлением. Этот тип радиаторов подходит для частных домов, так как там низкое давление в системе и нормальный PH воды. Многоквартирные дома алюминиевые радиаторы ставить не рекомендуется, так как там высокая PH, низкое качество теплоносителя. Это вызывает химическую реакцию алюминия с выделением водорода, и это разрушит ваш радиатор. Биметаллический радиатор. Биметалл означает два металла. Они сочетают в себе лучшее от алюминиевых радиаторов и от стальных. Под алюминиевой оболочкой скрываются прочные стальные трубы, которые способны выдерживать большие перепады давления, а также не подвержены коррозии. Они могут устанавливаться во все типы домов, особенно подходит хорошо для многоквартирных. Осторожно, бывает псевдобиметалл. Обладает сердечником, у которого усилены сталью только вертикальные каналы, а остальные все детали алюминиевые. Соответственно, цена у такого радиатора меньше, ну и прочность гораздо меньше. Биметаллические радиаторы бывают секционные и монолитные. Секционные можно перебрать, добавить или уменьшить количество секций, а монолитные радиаторы обладают высоким запасом прочности, до 100 атмосфер на разрыв. Именно такие радиаторы хорошо подходят для многохвартирных домов. Радиатор, который я привез с объекта, именно такого типа Stout Space. Внутри у него стальной коллектор, который позволяет выдерживать большую нагрузку до 100 атмосфер и он не боится гидроударов. При всей своей надежности такой радиатор имеет очень хороший внешний вид, алюминиевый корпус с высоким качеством покраски и отсутствие швов. Производится на заводе Refar крупнейшим в России. Преимущество радиаторов, произведенных в России в том, что они специально сделаны под наши условия и могут справляться даже с некачественным теплоносителем. У этого радиатора рабочее давление 20 атмосфер и высокая теплоотдача 181 ватт от одной секции. Гарантия на радиатор 10 лет и еще одна из фишков. Продукция застрахована на 1 миллион евро. Я специально узнавал, как это работает. Если вам радиатор установил сертифицированный сантехник, допустим, из того магазина, где вы покупали эти радиаторы и попался брак и по этой вине вы затопили соседей, то страховка вам компенсирует все расходы. Мой вам совет опытного строителя, независимо от тех страховок, которые предлагают производители, всегда перед началом ремонта строительных работ, да и не только, просто застрахуйте свою квартиру, имущество и ущерб соседей. Сумма в год небольшая, но вы будете застрахованы на все случаи жизни, потому что ситуации бывают разные. Стальные радиаторы недорогие и аккуратные, отличаются небольшим весом и хорошей отдачей тепла. Бывает двух видов, панельные и трубчатые. Панельные изготавливают из металлических штампованных листов с овальными выемками и для лучшей теплоэффективности с обратной стороны приваривают ребра. Модели с ребрами дают больше тепла, но в то же время и поднимают больше пыли. А вот гладкие панели гораздо проще убирать. Трубчатые это конструкции, в которой верхний и нижний коллектор соединены вертикальными трубами. Такие радиаторы стоят гораздо дороже, но выглядят гораздо эффектнее и оригинальнее. Основные критерии выбора радиатора. Для центральной системы отопления, где присутствует высокое давление, а также есть скачки и качество теплоносителя низкое, самый лучший выбор это будет биметаллический радиатор. На втором месте стальной и чугунный. Алюминиевый ставить нельзя. Для автономной системы отопления для частного дома лучше всего подходят алюминиевые радиаторы по соотношению цена, внешний вид, теплодача и качество. Можно поставить любой тип радиаторов, но допустим биметаллический ставить нецелесообразно, потому что в домашней системе нет высокого давления и качество теплоносителя высокое, поэтому нет смысла переплачивать. Также можно поставить чугунные и стальные, но лучше всего подходят алюминиевые. По теплоотдаче расчет производится индивидуально по каждому помещению. Учитывается количество окон и квадратура помещения. Если вы живете в многоквартирном доме с центральным отоплением, где у вас нет индивидуального учета тепла, счетчика, то там вы должны ставить радиатор, если вы меняете старый, с точно таким же количеством энергоэффективности, как старый. Больше количество секций вам поставить не разрешат. Если у вас в многоквартирном доме есть индивидуальный учет тепла, то тогда вы можете поставить любое количество секций. По частному дому в принципе все понятно. Когда вы делаете проект, то вам по каждому помещению рассчитывают размер и энергоэффективность радиатора. Для отопления стандартных условий требуется от 0,09 до 0,125 киловатт на один квадратный метр. Но по своему опыту скажу, чем больше радиаторы в разумных пределах, тем лучше. Потому что больше радиатор отапливает помещение меньшей температурой. Маленький радиатор надо включать на полную катушку. И в зимний период у вас в помещении воздух будет более сухой. Теплоотдача разных видов радиаторов. В расчете на одну секцию чугунные отдают от 100 до 160 ватт. Алюминиевые от 82 до 212 ватт. Биметаллические от 150 до 180 ватт. Лидер по передаче алюминий, затем следует биметалл, а потом уже сталь и чугун. Сравним радиаторы по долговечности и надежности по сроку службы. Чугунные более 50 лет, биметалл 20-25 лет, стальные 15-25 лет, алюминиевые 15-20 лет при условии нормального pH воды, не более 7-8. Какой внешний вид радиаторов выбирать, это уже дело вкуса, ну и конкретно дизайна определенного помещения. Если сравнивать по цене, то самые дешевые радиаторы это стальные панельные и чугунные, затем следуют алюминиевые и самые дорогие это биметаллические, чугунные дизайнерские и стальные трубчатые радиаторы. По производителям тут все зависит от того, в каком регионе вы живете, какие марки радиаторов у вас присутствуют. У нас в принципе присутствуют все радиаторы. Зарубежные соответственно будут стоить дороже, отечественного производства дешевле, но учтите такой факт, что радиаторы отечественного производства, я и говорю про качественные радиаторы, они рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации в наших условиях. Всем спасибо за внимание, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем хорошего настроения, до новых встреч!